Если говорить вообще про безопасность данного продукта, преимущество в том, что мы никому не передаем деньги. В чье-либо доверительное управление, никаким физическим лицам деньги не зависают, как картинки на каких-то сайтов, в виде уложенных депозитов, вот тогда, когда, скажем, нам могут либо эти третьи лица выполнить свои обязательства, либо могут не выполнить свои обязательства. Здесь чисто технически это довольно-таки безопасно, почему? Потому что деньги находятся на биржевых счетах. То есть есть новички, и для новичков я акцентирую это внимание, то, что деньги не зависают на сайте какой-то компании, какого-то проекта. Каждый человек непосредственно регистрируется на бирже, там есть, скажем, спотовый счет, и вы туда сами заводите эти деньги в виде USDT, и потом непосредственно уже даете роботу в работу определенные торговые пары. Кроме вас, доступа к этим деньгам нет ни у кого, логин, пароль к вашему кабинету только у вас, по сути, доступ есть у вас, и доступ есть у биржи. Но это так же, как и Сбербанк, Синькофф, есть доступ к деньгам у вас, и есть доступ к деньгам у банка. Но, например, какие минусы банковских систем? В том, что по какой-то причине может быть блокировка счета. Вот и все. Кто-то там кому-то задолжал, кто-то элементы не платит. То есть многие сталкивались с такими ситуациями. Сделали внимание на это, я думаю, что это понятно. Также важно то, что в любой момент времени эти деньги можно обратно с биржевого счета, соответственно, вывести себе фиатную валюту. То есть вы покупаете именно актив, биткоин, допустим, топовые какие-то альткоины, и они в любой момент времени, то есть робот может быть в любой момент времени остановлен, и все активы могут быть проданы по текущему курсу. Вот. Это тоже очень важно. То есть круглосуточный доступ к деньгам, опять же, он круглосуточный. Почему? Потому что мы работаем именно на криптовалютном рынке. А криптовалютный рынок, он, скажем, постоянно в работе. 24 часа в сутки, и днем, и ночью, и на выходных он работает. Вот. Не все рынки работают таким образом. Это тоже преимущество определенное. Окей. Опять же, в плане безопасности. Много софта сейчас, и иногда разработчики других продуктов, скажем, оставляют за собой возможность иметь доступ к вашим деньгам. Как это делается? Чисто технически с биржевого счета деньги забрать нельзя, но есть определенные хитрые уловки, вот, и таких ситуаций и моментов истории на рынке уже предостаточно. Люди, которые давным-давно знают эти истории. Вот. То есть в чем наше преимущество, опять же, в плане безопасности конкретно нашего продукта? Вот. То есть перед тем, как дать роботу в работу те или иные, скажем, торговые пары, у нас заполняется white list. То есть мы сами даем разрешение роботу взять в работу определенные торговые пары. Естественно, если человек новичок и не хочет самостоятельно среди тысяч этих активов как-то сам выбирать максимально безопасные, то есть именно для новичков, у нас выбраны они уже. То есть есть рекомендации со стороны разработчиков конкретно по поводу максимально безопасных активов, интересных активов в плане своей волатильности, которые хорошо подходят для работы на спотовом рынке, на текущем рынке. То есть среди множества-множества вот этих активов сейчас отобрано 33 торговых пары, которые максимально безопасны, имеют хорошую историю, подкреплены фондами, несут, скажем, за собой какую-то интересную, такую вот фундаментальную полезность в мир, да, то есть являются, скажем, утилити токенами, да, то есть они чем-то востребованы, как технологии чем-то востребованы. То есть это не просто какой-то спекулятивный токен, это не просто, там, скажем, токен какой-то сетевой компании, какой-то щиток, либо мемкоин ничем не подкрепленный. Это очень интересные цифровые активы, в которые, в принципе, сейчас инвестора просто инвестируют, да, потому что рынки на дне, многие люди их сейчас подкупают, 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 как я и сказал, идет вот этот период накопления портфелей активов. Вот, далее люди будут, соответственно, готовы подождать определенный период времени, там, скажем, где-то 2-2,5 года, рынку надо дать время для того, чтобы, скажем, он отрос, и обычные инвестора потом будут продавать все это дело дороже. Но просто дешево купить, подождать и потом продать, это, конечно, хорошие возможности, это тоже прибыльно, но, естественно, торговля, она позволяет нам заработать гораздо больше. Почему? Потому что, скажем, мы забираем большее движение цены, рынки по прямой не ходят, да, то есть, например, рынок отрос процентов на 15, потом идет непосредственно какая-то определенная коррекция, вот, мы забрали какой-то процент, рынок откатился, робот опять купил актив, опять немножечко цены подросли, опять продал. Что такое спотовая торговля? Подешевле купили, подороже продали, подешевле купили, подороже продали. То есть, мы забираем рынок ступенчато, а ступенчатость, в итоге, она позволяет забрать больше денег, нежели чем просто можно забрать, являясь долгосрочным инвестором, либо, как принято это называть, вот таким вот долгосрочным ходвором. Каким образом бывают другие разработчики, скажем, как они могут прикоснуться к деньгам? Вот наше такое тоже, скажем, преимущество по безопасности. Напрямую с биржевого счета никто деньги забрать не может, и ни у нас, и ни у другого софта, это понятно. Но в какую злую игру можно сыграть? Как это делается грамотно? Как можно обмануть людей? Допустим, разработчик какого-то некачественного софта может с биржи, на которой, допустим, торгует робот, откупить низколиквидные монеты, то есть легкие монеты, у которых капитализация поменьше, которые не такие толстые, как биткоин, а вот полегче. Можно закупиться этими монетами, и так как любой торговый робот подключается через IP к бирже, у любого разработчика есть база вот этих IP-шек. И, соответственно, что такое IP? Это, по сути, управление роботом. И если не используются вайт-листы, соответственно, роботу можно дать команду, чтобы через эти IP-шки все комьюнити закупилось, вот, допустим, этим низколиквидным токеном. Люди это могут даже не заметить. Это может произойти ночью, было на биржевом счету там 1000 долларов, 2000 долларов, разработчик может подкинуть вот такую вот, скажем, нехорошую штуку. Если не заполнен вайт-лист, автоматически на большое комьюнити откупается одинаковый актив за счет того, что идет очень много закупок у большого комьюнити людей. Вот этот низколиквидный актив, он, естественно, пампится, то есть цена на него резко отрастает. На вот этом росте разработчик продает низколиквидную монету, на этом хорошо зарабатывает, вот, соответственно. И потом после продажи курс опять падает, и автоматически вот таким вот образом переливаются деньги. Такие истории уже были, вот, и надо обращать внимание, то, что здесь эта проблема у нас решена. Так как заполняется вайт-лист, и он заполняется со стороны биржи, то, соответственно, чисто технически наши разработчики не могут подкинуть роботу какую-то низколиквидную монету. Но нету такой физической возможности. Вот это такая особенность по безопасности, это надо понимать. Про это не рассказывают в других комьюнити, вот, и, как говорится, у разработчиков остается право вот таким вот образом прикоснуться к деньгам людей.